Всем привет! С вами снова Джонни Фёрст. И сегодня у нас рассказ об ещё одном легендарном ружье. Я надеюсь, что вы посмотрели наш предыдущий ролик, посвящённый Браунингу Авто 5. Мы хотели совместить эти два ружья в один ролик, но при подготовке к съёмке оказалось, что есть гораздо больше, что рассказать про 11-ю модель Реминклона, и мы решили выделить её в отдельную серию. Как я рассказывал в видео про Браунинг Авто 5, в 1906 году, в связи с тем, что возросли ввозные пошлины из Бельгии в Соединённые Штаты, Браунинг обратился к компанию Эрсталь, которая владела его патентом на пятизарядку, и попросил передать часть прав на производство американским компаниям. В первую очередь это была компания Ремингтон, в дальнейшем там добавилась ещё компания Savage со своей 720-й моделью. И, соответственно, Браунинг Авто 5 стал производиться компанией Ремингтон Армс под названием Ремингтон 11. Фактически это была неизменная модель Браунинг Авто 5, за исключением одной маленькой детали. На левой стороне коробки отсутствовала отсечка магазина, о которой я рассказывал в ролике про Браунинг. И этой детали, этого механизма никогда не было на ружьях Ремингтон. Ремингтон 11 стал не просто первой полуавтоматической моделью производства компании Ремингтон, он стал первой полуавтоматической моделью ружья, которая вообще производилась в США. И с 1905 по 1947 год их было произведено порядка 850 тысяч штук. Они производились в разных калибрах, в 16, 20 и, конечно, в первую очередь в 12. И единственное, что в эти 850 тысяч штук включены еще 65 тысяч Браунинг Авто 5, которые производились на компании Ремингтон во время Второй мировой войны, когда производство в Бельгии, оккупированное немецкими войсками, было невозможно. Что интересно, как и Браунинг Авто 5, это ружье производилось как в пятизарядной модификации, так и в модификации 2 плюс 1, что являлось законодательным ограничением для охотничьего оружия в некоторых штатах и ограничением для охотников на водоплавающую дичь. Так же, как и Браунинг, оно производилось в огромном количестве модификаций с точки зрения исполнения коробки, дерева, насечки на цевье и на шейке приклада, длин стволов, чоков и так далее, и так далее. Но можно выделить три основные модификации. Это модель стандартная 11А с длинными стволами, ну, скажем так, назовем ее охотничья. И две специальные модели, которые были не для гражданского рынка. Это модель 11П Полис и 11Р Райот, две модели, которые производились для военного и полицейского использования. Они имели короткие стволы. В армейской версии эти ружья также производились с компенсаторами КАЦА, которые стояли на очень многих американских ружьях, которые стояли на пистолете-пулемете Томпсон. В дальнейшем, уже после истечения патента, это ружье было доработано, выпускалось под названием «Ремингтон 11-48» во всей линейке калибров 16, 12, 20, 28 и 410. Оно внешне уже немножко было другое. Выпускалось с коробкой из легкого сплава, и часть деталей была произведена штамповкой, потому что, как и многие старые американские ружья, вот эти ружья, когда их берешь, здесь ощущается солидный вес. Это просто подофрезеровальному станку. Здесь любая деталь, будь то лоток подачи патронов, который в любом современном ружье, это просто деталь, выполненная штамповкой. Здесь эта деталь, выполненная фрезеровкой. Если бы вынуть ее и взвесить, я думаю, тут один только подаватель, наверное, грамм 50, а то и все 100 весит. Конечно, эти ружья были очень массивные, очень тяжелые, поэтому в дальнейшем она была переработана и для удешевления, сделана из других материалов, и частично методом штамповки. В отличие от ружья Браунинг Авто 5, которое в большей степени все-таки всегда оставалось ружьем гражданским, охотничьим, Ремингтон 11 имел гораздо более длинную судьбу, как армейское ружье. В 1941 году была создана военная полиция. Это ружье использовалось в частности для охраны военных объектов, сопровождения заключенных и так далее. Как хорошо известно, 7 декабря 1941 года японские самолеты совершают налет на порт Перл-Харбор, что является катализатором вступления Соединенных Штатов в активную фазу участия во Второй мировой войне. И в 1942 году, 23 февраля, военный совет по производству выпускает секретный приказ НЛ-55, в котором говорится, что имеется огромная потребность армии в дробовиках сначала 12-го калибра, а впоследствии выпускается следующий приказ о том, что любые дробовики необходимы в армии, как для охраны объектов, так и для штурмовых групп, потому что именно США еще со времен модели Винчестер 1897, которая известна как окопное ружье, активно использовал дробовики 12-го калибра на различных фронтах. Все производства, которые могут производить, то есть оружейные производства и даже неоружейные, которые могут производить детали или непосредственно целиком дробовики, обязаны их производить. Никакие оружия не могут поставляться на экспорт без специального разрешения, могут уходить только по ленд-лизу, и что потребность велика, и любые дробовики должны отправляться в армию. Соответственно, Реминхтон начинает производить модель Riot, которая, естественно, выпускалась в максимально простом исполнении, без гравировок, без всего. Эти ружья имели особую маркировку US и значок с горящей бомбой. Причем, что интересно, что это ружье использовалось не только как просто ружье для стрельбы при охране, при нападении, но оно использовалось и в тренировочных целях для тренировки бортовых стрелков-бомбардировщиков, и для тренировки расчетов зенитных установок. С чем это связано? Зенитные пулеметы и бортовые пулеметы стреляли крупнокалиберными патронами 50-го калибра, и поэтому для тренировок требовались бы специальные стрельбища, а если еще стрелять вверх, то неизвестно, куда будут падать пули. При тренировке стрелков с ружей снимался приклад, они устанавливались на турели, имитирующие турели, будь то в бомбардировщике или на спаренные зенитные установки. Имелись органы управления, такие как у стрелка, то есть там ручки, гашетка, и стрелок, соответственно, мог на стенде, но, естественно, это был не просто спортивный стенд, а, в принципе, в любом месте, где можно было организовать какое-то стрельбище, стояли машинки по запуску тарелок, иногда установка для стрельбы из такого ружья, имитирующего пулемет, устанавливалась на платформу грузовика, был порт, имитирующий окно в борту бомбардировщика, и, соответственно, грузовик возил стрелка по стрельбищу взад и вперед, машинка запускала тарелки, и стрелок из движущегося положения стрелял по движущимся мишеням, соответственно, стреляли, естественно, дробью, и дробь улетала не очень далеко, патроны были недорогие, это было гораздо проще и дешевле тренировать, чем стрелять боевыми патронами из пулемета. Также вот есть фотография, она сейчас здесь появится, были сдвоенные установки, вместо пулеметов стояло два ружья, и из них также стреляли. Нужно сказать, что Ремингтон-11 служил не только в американской армии, но также поставлялся по контракту в другие страны, в частности, в Англии он использовался под обозначением L-32A1 и использовался войсками джунглях Малайи при борьбе с партизанскими отрядами. И отмечалось, что эффективность действия отрядов против партизан пропорционально росла количеству наличия дробовиков в подразделениях английской армии. Чем больше дробовиков, тем эффективнее происходили сражения, потому что стреляли, как правило, картечными патронами 2.0. Соответственно, при каждом выстреле вылетало 9 дробин, и, конечно, плотность огня можно было создать достаточно большую. В армию попадали не только пятизарядные ружья, но попадала также версия «Спортсман», имеющая емкость 2 плюс 1. И сегодня эти ружья ценятся даже больше, именно ружья с зарядкой 2 плюс 1, но с маркировкой американской военной приемки. Они считаются гораздо более редкими. Не знаю, почему их не переделывали, не повышали их многозарядность. Было достаточно просто удалить ограничители магазина. Тем не менее, почему-то они поставлялись именно в трехзарядные версии. И сегодня является предметом желания многих коллекционеров оружия. Еще интересный факт. Мы все прекрасно знаем, что траншейное ружье, будь то ружье от Винчестера, также и от других компаний, были и Марлины, были и Тако. Классический вид окопного ружья – это ружье с коротким 20-дюймовым стволом, на котором установлен специальный защитный экран, чтобы стрелок не обжигал руку, и есть крепление под штык от винтовки «Спрингфилд» 2018 года. Но ружья самозарядные никогда не имели так называемой версии «тренчган». С чем это связано? В связи с тем, что у нас система с перезарядкой, с длинным ходом ствола, невозможно на подвижный ствол сделать крепление штыка. То есть, возможно, но вес штыка будет создавать проблемы, уменьшая инерцию, соответственно, не будет надежно работать автоматика. И единственное оружие, которое, имея длинный ход ствола, имело штык – это винтовка «Джонсон». И то на ней использовался штык без рукоятки, максимально облегченный, что позволяло сохранить надежность работоспособности при наличии штыка на подвижном стволе. А наружи, к сожалению, так и не получилось создать версию «тренчган», которая бы надежно работала с креплением под штык. Кстати, что интересно, что так же, как и «Браунинг Автофайв» – прототип этого ружья, «Ремингтон-11» работает и со стволом гораздо короче, чем стандартная длина, которая выпускалась 20 дюймов, самые короткие, которые выходили с фабрики. Но некоторые стрелки делали себе более короткие стволы. В частности, например, легендарные «Бонни» и «Клайд» любили ружья «Ремингтон-11». И у «Бонни» было ружье 20-го калибра с обрезанным стволом и вот таким коротким прикладом. То есть длина ствола фактически не влияет на работоспособность системы. Будьте 70, 50 или, не знаю, тут 30 сантиметров, даже меньше, ружье сохраняет работоспособность. Ну что же, друзья, от слов к делу, перемещаемся на стрельбище и посмотрим, как работает это ружье, выпущенное в 1930 году, даже известно, что оно выпущено в марте. И постреляем. Отлично! Работает четко, отдача умеренная, рисковатая такая немножко, но не могу сказать, как некоторые иностранные обзорщики пишут, что она прям тяжелая. Нет. Она умеренная, вполне терпимая, наверное, сравнимая все-таки со стрельбой из помпы, где вообще нет никакой амортизации. Порезче, чем у современных, наверное, ружей самозарядных, но вполне терпимая. Ну что, у нас «Ремингтон-11» не только охотничье ружье, но было оно и военное, и стояло на полицейской службе, и было одним из оружий, которым пользовался и Диллинджер, и Бонни, и Клайд. Поэтому сейчас немножко один магазинчик отстреляем в гангстерском стиле. Привет от Аль Капоне! Задержка, которая может стоить жизни. Чарли Зубочистка! Тебе привет от Аль Капоне! Друзья, до этого мы делали неудачный дубль. Я забыл, что здесь 65-й патронник, и зарядил сюда патроны с более длинной гильзой. Были задержки, поэтому сейчас мы переснимали, чтобы все отработало штатно. И когда стреляешь от бедра, по привычке хочется охватить ружье вот так, взявшись большим пальцем сверху ствола. Ну, потому что в таком положении. Когда здесь большой палец уже туда не засунешь, а вот здесь хочется взяться понадежнее за цевье. И, честно говоря, я в первый момент испугался, потому что что-то стало двигаться во руке. Я думал, то ли цевье сейчас отвалится, то ли что. Потому что ствол-то движется все время при каждом выстреле. Вот. Кстати, при этом тоже отработало. Вот. Задержка была не от того, что я придерживал ствол рукой, а от того, что длинная гильза не выбросилась. Но, короче, нужно помнить, что не надо держаться за ствол, потому что у него длинный ход. Еще пара выстрелов на десерт. Попробуем, как в положении для heavy load отработает с малой навеской 20 грамм. Даже один патрон заряжаем. Посмотрим, будет ли перезаряжаться. Ну, ожидаемо. На 20 граммах уже автоматика не хватает и энергии. Нужно, как и, возможно, если вы смотрели наш ролик про браунинг, нужно будет убирать одну поджимную шайбу, которая тормозит фрикционное кольцо. И тогда оно будет работать. Ладно, не поленюсь. Сейчас сниму поджимную шайбу из-под фрикционного кольца. Здесь ствол более короткий, им не так удобно оперировать, потому что нужно достаточно сильно на него давить, чтобы сжать возвратную пружину ствола. Не так удобно снимать цевьё. Снимаем ствол. Снимаем фрикционное кольцо. Снимаем гайку. Ну, шайбу. Кидаем её вниз под пружину. Одеваем фрикционное кольцо. Ставим ствол. Надавливаем. Здесь, наверное, сначала надо поставить цевьё, потом надавить. И закручиваем гайку. Так, ну что же, пробуем. Один патрон. Будет ли перезарядка? Ну, здесь, опять же, видите, немножко не хватает ему энергетики. Застрял патрон. Причём, вот, кстати, здесь парадоксально получается, если в помпе, например, я могу нажать на подающий лоток и с обратной стороны подлезть удобно пальцем с поджатым лотком. Здесь поджать не получится, потому что как только я нажму на кнопку, а иначе невозможно нажать лоток, затвор закроется и упрётся в гильзу, если гильза обратно уже раскрытая и не попадёт в патроник. Вот здесь, конечно, есть свои нюансы. Вот. Но, в целом, значит, 20 грамм на этом ружье не хватает ему энергетики даже с переставленной, с убранной поджимной шайбой. Но, тем не менее, если стрелять нормальными навесками, никаких проблем. Энергетики хватает, автоматика работает очень чётко. Просто кайф. Это был Джонни Фёрст со своим Ремингтоном 11. Оставайтесь с нами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok